Друзья, всем доброго времени суток! Вы на канале телескопа строения, меня зовут Евгений. В изготовлении шлифовально-полировального станка для оптических зеркал появилась необходимость, ну скажем так, в нестандартных шестернях. Готовые варианты найти очень тяжело, даже если попытаться найти что-то на металлоприемке или на разборках автомобилей, то вряд ли такие шестерни попадутся. В случае с оптическими поверхностями такие детали критичны. Чтобы избежать зональных ошибок, нужно обеспечить разное число оборотов шпинделей. То есть, скажем, на шпинделе, где будет вращаться стеклянная заготовка будущего зеркала, количество оборотов должно быть четное. А на шпинделе, который будет приводить в движение поводок, который будет двигать шлифовально-полировальную шайбу, число оборотов должно быть нечетное, дабы избежать, как я уже сказал, зональных ошибок. Плюс ко всему еще должно быть определенное число оборотов шпинделей. Ну, скажем, вот если я хочу построить телескоп с диаметром зеркала 255 мм, то обороты шпинделя для такого диаметра зеркала, ну, примерно, я еще точно не считал, ну, примерно где-то около 10-16 оборотов в минуту. Поэтому я и решил изготавливать шестерни самостоятельно. Для этого я начал создание простого приспособления для моего самодельного токарного станка, приспособления для нарезки зубьев. В этом видео и будем создавать это зубонарезное устройство, назовем его так, для токарного станка. Сразу скажу, что это устройство я придумал не сам, я его подсмотрел на одном канале на ютубе. Канал называется Мехамозг и автором которого является Евгений. И надеюсь, что это устройство не запатентовано. Если меня смотрит Евгений, то огромное тебе спасибо. Ну и приступим, как говорится, к самому изготовлению. Вот такой вот у меня бардак в мастерской. Все столы завалены здесь. Тут уже места нету. Я просто ищу нужный мне материал. А, значит, кое-что я уже здесь нашел. В принципе, я уже определился, как я буду это делать. У меня есть вот такое приспособление. Я когда-то уже давно его делал. Это такое поворотное приспособление для точения конуса. А что я придумал? Нашел тоже у себя там в металлоломе. Нашел металлолом. Я вот так вот ставлю их, две эти плиты. Нашел косынки, достаточно толстые, 15 миллиметров. Эти плиты у меня по 20 миллиметров. Просто заварю их вот здесь. Обварю и все с внутренней стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Показываю свои лучшие швы. Те другие не буду показывать. Страшно получились. Мне самое главное, что я смог выдержать 90 градусов. У меня вот это вот здесь ровно 90 градусов. Теперь мне нужно вот эту приспособу крепить вот здесь каким-то образом. Я уже наметил отверстия, то есть уже даже их просверлил. Теперь только нужно нарезать резьбу. Будет выглядеть примерно вот так. Здесь будет стоять пластина, на которой будет крепиться шайба будущей шестерни. А снизу будет ходить модульная фреза. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я наметил здесь вот три отверстия и добавил еще три. То есть, чтобы была возможность ставить ее либо вертикально, либо разворачивать еще на 90 градусов. Мало ли еще для чего она пригодится мне вот это вот устройство. Поэтому сейчас еще просверлю отверстия под резьбу М8 и нарежем тогда уже полностью все резьбы. Заглубляю по полтора сантиметра. Так. вот такая вот получилась конструкция очень тяжелая и она надеюсь что этой жесткости хватит я пробовал нарезал зубы но непосредственно на самом суппорте крепил просто горизонтально то есть закреплял заготовку и просто подводил ее к модульной фрезе и как бы утыкался в нее но попробовал один зуб нарезать и в принципе она справилась но здесь будет уже конструкция выше то есть сама заготовка будет расположена над над модульной фрезой и это будет но некий такой рычаг поэтому я не знаю как она будет себя вести как говорится будем посмотреть осталось сделать крепление можно было фиксировать его здесь это устройство здесь у меня уже есть отверстие вот подрез содержать есть у меня такая верка м12 шаг 1 есть колес гайка на 14 я ее переделываю сейчас слегка поджимаем получается ровненькая резьба можно включить шпиндель на на малых оборотах поехали главное вовремя остановиться и получилось такая вот гаечка мы примеряем сюда вот я и буду крепить все подходит собственно что получилось я издалека немножко вот краску видно патрон здесь вот можно любую фрезу зажимать участие и развернул не так как я конечно планировал просто хочу показать что вот есть вариант разворачивать под 90 градусов на этой вот площадке на этом суппорт можно крепить что угодно можно какие-то маленькие тисочки планшайбу поворотную там с какими-то отверстиями под резьбу чтобы можно было какую-то нестандартную деталь закрепить и отфрезеровать у меня нужно будет вот так так я буду разворачивать фиксировать вот здесь чтобы она у меня не провернулась а нечаянно в процессе резких зубов в любое из этих отверстий одно из отверстий в задействую засверлюсь а в эту вот в суппорт плиту в эту нарежу там резьбу м8 и буду просто болтик сюда закручивать восьмерочку 8 он будет предотвращать поворот этого устройства теперь здесь нужно будет сделать некую пластину на которой будет крепиться сама заготовка будущей шестерни и такое фиксирующее устройство которое будет фиксировать ее и удерживать ее от проворота не давать ей будет проворачиваться и фиксировать в нужном положении этим сейчас и займемся нашел такой макет шестерни это я когда-то делал деревянные шестерни для часов когда-то давно давно собирал такие деревянные часы и сам изготавливал шестеренки из дерева у меня остались вот такие вот шаблоны это шестерня было 200 миллиметров диаметром на 64 зуба взял ее за основу то есть я буду примерно рассчитывать чтобы вот это вот устройство мое вмещала заготовки 200 миллиметров диаметром по этой шестерне буду ориентироваться видно что модульная фреза стоит не по центру ее нужно еще вот сюда сдвигать поэтому нужно будет вытачивать держатель для фрезы но более такой потолще буду делать помощнее это разметка под большую шестерню а вот это вот и разметку я делал под маленькие шестерни делал самую маленькую на 40 миллиметров диаметром так как это нержавейка то сверлится она очень плохо есть сверла кобальтом кобальтовый сверлом хорошо берут нержавейку а и 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 эти два отверстия не нужно рассверлить до диаметра 16 миллиметров буду делать максимум сколько я смогу на сверлильном станке сейчас я нашел сверло 12 миллиметров тоже кобальтовый просверлю им еще и потом уже буду наверное как то все это делать на станке скорее всего доделаю вот эти отверстия крепления для этого фрезерного приспособления закреплю его там и уже на месте наверное уже токарным станком рассверлю на 16 просверлил отверстие на 8 миллиметров под болты м8 и выфрезеровал делал подтай прятались головки здесь у меня еще будет стоять приспособление которые будут фиксировать звездочки и 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну что, все собрал, поставил такую вот обычную заготовку, взял там не заготовку, а просто какую-то шайбу нашел. Ну и конечно же хочется проверить ее на жесткость, всю эту конструкцию. Сейчас попробую там пару зубов нарезать. Ну почти что, вот один зуб, можно сказать, я нарезал. В принципе схема рабочая, очень даже хорошо нарезает. Есть, присутствует небольшая вибрация, но вибрация, я уже нашел из-за чего она, из-за того, что суппорт сильно сдвинутый назад и получается он не всей площадью опирается на ласточкин хвост. Что я хочу переделать? Я просто хочу саму эту конструкцию сдвинуть ее сюда, назад. То есть закреплю ее здесь и тогда будет полный контакт от ласточкиного хвоста. Надеюсь, что тогда вибрация уйдет. Вибрация не сильно большая, такая некритичная для такого станка, поэтому сейчас я здесь переделаю. Пересверлил отверстие, сдвинул полностью все крепление немножко назад. Теперь ласточкин хвост полностью всей площадью прилегает к ответной своей части и вибрация заметно исчезла. Также пересверлил отверстие для вот этой пластины, то есть я эту пластину сдвинул немножко ниже, потому что у меня не хватало коду вниз суппорта. Сделал чуть-чуть пониже, примерно около 3 сантиметров. После переделки попробовал нарезать одну канавку, дробь заметно исчезла, канавка получается ровная, без всякой дроби. В следующем видео рассчитаем полный комплект всех шестеренок, которые мне необходимо изготовить. Какое количество шестеренок, какого диаметра и на сколько зубов. Ну и само собой изготовим все эти шестерни. А сейчас я благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. И всем пока. До следующего видео.